Всё для клёво, это клёво, реки, озёра и душевный покой. На рыбалку едем мы снова, дедушка Днестр ждёт нас с тобой. Дрочисты стоят на выкате постоянно, каждый день. Ну приедете сейчас, покажите мне. Ну сейчас, конечно, не будет. Карапейки на шо были, а ну расскажите. И вот это всё, это демонтируется и уберётся к чёртовой матери. Где рейды? Почему вас не берут в рейды? И я надеюсь, сегодня я получу этот ответ. Вот такие вот стоят помосты, которые оккупанты захватили наш берег. Распочаток криминального впроваджения с 5 февраля 2021 года. 200 гривен? Это фу-пьюшен, вот там, да? А есть чек у вас? Нет, чек. Не дали чека? Ага. Вот чеки дают. Так вот, те, кто строит дома, те абсолютно никого не боятся. А те, кто позволяет им строить, не отвечает требованиям, занимаемых ими должностей. Приветствую вас, друзья. Вы на туб-канале «Всё для клёва». Сегодня у нас 15 апреля 2021 года. Сегодняшний день начинается нерестовый запрет на реке Днестр, на реке Глубокий Турчук, да и вообще на водоёмах Одесской области, согласно приказу исполняющего обязанности начальника Одесского рабоохранного патруля. И сегодня меня вместе с журналистами Одесского телеканала, Седьмого канала, пригласили на профилактический рейд, в котором мы, по идее, должны пройти по реке и объяснять рыбакам, что с сегодняшнего дня начинается этот запрет. Такие профилактические мероприятия проводятся практически каждый год. Кроме того, сегодня мы пообщаемся и с рыбаками, и с инспекторами, и я надеюсь, задам свои вопросы к исполняющему обязанности Одесского рабоохранного патруля Геодошенко Ирине Николаевне, на те вопросы, которые часто задаете вы мне. Особенно интересует вас вопрос, я уже не раз читаю его в комментариях, почему прекратились рейды, где рейды, почему вас не берут в рейды. И я надеюсь, сегодня я получу этот ответ, поэтому оставайтесь до конца и посмотрите это видео. Также хочу сегодня показать вам места, которые уже захвачены любителями снимать деньги с рыбаков за рыбалку. Покажу вам, как растут эти помосты, как грибы, на Днестре, на глубоком трончике. Вот. В общем, надеюсь, что сегодняшнее видео будет интересно. Поехали. 15 квитня начинается оборона на промисловый и любительский вилок водных биоресурсов у водоймах Одесской области в связи с нерестом. Как вы знаете, нерест – это самый важный период в жизни водных биоресурсов. И от того, насколько эффективно пройдет, он будет зависеть от запаса нашей рыбы у наших водоймах. Это, скажем так, основный период, и мы должны обеспечить приятливые условия для проходения нереста. И поэтому в этот период заборонено проведение будь-яких днобоглиблювальных робот, вибуховых робот, там виборках грунту, пещано-гравийної суміші. Забороняется проведение спортивных замагань. Забороняется забор води без эффективных рибозахисных пристроев. Кроме того, у нас в период нерестового заборона дозволяется любительский вилок риби Лише на одну гудочку с одним гачком або одним спиннингом на відведенных ділянках органами рибоохорони. Я бы хотела зазначити, что мы сейчас находимся на березе речки Дністр. У нас в Усті Дністра, между Торончуком и Дністром, находятся основные наши нерестилища. И их площадь складывается около 20 тысяч гектаров. Это надзвичайно большая площадь. И для того, чтобы эффективно пройшел нерест, они мают быть эти нерестилища заполнены водой. А наполнение води залежит от того, че будет нам здействоваться экологично-репродуктивный попус Дністровского водословища, что находится в Чернівельской области. Так, в минулому році в связи с маловодом цей попус не здействовался. Відповідно, нерестилища были сухие и нерест был не совсем эффективным. На сегодняшний день, у нас 5 квітня, начался данный попуск, и вода идет. Более 70% нерестилища уже заполнены водой. И мы очень надеемся, что нам цієї воды хватит до конца нереста, до конца 15 червня. Как вы гадаете, чи самі рыбаки добросовестно относится к изменениям? Мы очень надеемся. Мы сегодня будем проводить, мы с нашими инспекторами, в первые дни будем проводить, скажем так, розъяснення захода, попереджати про то, что у нас уже началась нерестовая заборона, чтобы они не порушили чинное законодательство. Мы даже подготовили им такие листинки с розъяснениями, там, где перелик есть любительских ділянок, карта есть. И даже онлайн, скриншотом на онлайн-посилания. И маленькие доведнички, в которых также есть назначенные нормы, которые для любителей. Скажите, пожалуйста, правда ли, что река Дунай и Хаджбейский лиман, и Днисторский лиман вышли из-под контроля Одесского рыбакарного патруля? Так, с 1 квитня данные водоймы уже не находятся в зоне контроля нашего управления. А с чем это связано, подскажите, пожалуйста? Ну, данный наказ утверждается Держбагентством, поэтому они так несут такие изменения. Ну, это с чем это вообще связано? Не мы выдаем данный наказ, и наказ выдают Держбагентство, поэтому, я думаю, питание не до нас. Понятно. Хотелось бы поднять тему общественных инспекторов Одесского рыбакарного патруля. Скажите, пожалуйста, последний год, в прошлом году, довольно-таки часто общественные инспекторы Одесского рыбакарного патруля выходили в рейды вместе с инспекторами Одесского рыбакарного патруля. Скажите, насколько были эффективны такие мероприятия? Заходы были эффективны, но не все, на жаль, мы сделали в конце года, в начале этого года, мы сделали, подвели писемки работы громадских инспекторов. И я скажу, из значительной к количества громадских инспекторов, которые были у нас введены посвящениях, працювало буквально четыре люди, поэтому все другие были скасованы посвящения. Понятно. Скажите, пожалуйста, почему в последние полгода такие заходы взагалі вообще не проводятся? Ну, имею в виду выезды общественных инспекторов вместе с инспекторами Одесского рыбакарного патруля. Ну, это вопрос, я думаю, надо уже с громадским инспектором. Я думаю, что мы с вами уже вы решили этот вопрос. Так что давайте. Громадские инспекторы должны работать постоянно с государственными инспекторами. То есть, если громадские инспекторы не сотрудничают с государственными инспекторами, ну, у нас еще вплинуло, что нет водой, на каких действиях... Ну, так, гнистра же есть. Вот. И государственные инспекторы также у нас, где-то переходили, то звольняются, и вместе с ними и громадские инспекторы, они втрачают свои повноважения. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Очень приятно было, что вы не отказали в комментариях. Во-первых, по оперативной информации, если есть таковая, то выезжаем немедленно. А во-вторых, есть регулярные рейды, которые предусмотрены графиками. Раз-два раза в неделю выезжаются однозначно. А в среднем за рейд какое количество нарушителей может быть? Ну, на данный момент мы сейчас проехали. Кроме как ликвидацию стихийник смертезвалыч мы больше ничего не нашли. То есть убрали 5 кубических метров мусора и прибрали там 0,3 гектара площадь. Я понял. Спасибо. Скажите, пожалуйста, правда ли, что вы будете перекрывать глубокий турничук на время нереста? Не правда. Не правда, да? Не будет. То есть рыбаки... Ну, уже один раз перекрывали, и вы знаете ситуацию, которая произошла. То есть было столкновение двух лодок, и это как бы там чревато до сих пор идет криминальная провадщина. Но рыбаки-любители могут во время нереста ловить на глубоком ручке? Река Днестр, согласно 91 приказу МТУ Украины, река Днестр с ее притоками и рукавами, есть судоходная первая категория. Поэтому перемещаться люди могут себя спокойно. Во время нереста? Во время нереста. Нельзя появляться в местах нерестилища. Таковым и есть подводные каналы, озера и река Леман. Мы говорим сейчас про глубокий турничук. Глубокий турничук это рука в Днестре. Он есть судоходный. Понятно. Любительская ловля на глубоком трючке возможна? На территории парка у нас нет любительских участков. Но от виду этот парк люди могут спокойно. Во время нереста? Даже во время нереста. А с удочкой? Одна удочка, один тупичок, так как предусмотрено по указу Державоденства. Но ведь любительских участков нет? Нет, потому что на территории парка нет ни одного любительского участка. Ну так они, значит, могут или не могут ловить на территории парка? Отдыхать. Люди могут. Отдыхать. А ловить рыбу? Ловить рыбу, если это не запрещено. На территории парка, согласно положению, у нас люди во время отдыха могут допускаться любительский лов с одной удочкой, одним крючком. Но любительского участка нет? Нет. Ну так как же могут допускаться люди там ловить, если нет любительского участка? Человек, если приехал отдыхать, и у него есть с собой удочка, как будет? В общем, дело ясное, что дело темное. Открываем положение и считаем положение. По положению у нас же тоже прописаны четкие рамки. Сколько человек может вывозить? Пока не понятно. Как может человек находиться удочкой вне любительского участка на реке Глубокий Турничок? Чем отличается речка Глубокий Турничок от участка реки Глубокий Турничок, где выведен любительский участок? Объясняю. На реке Глубокий Турничок есть отдельные участки, на которых разрешается. На других участках не разрешается. На других участках не разрешается. На реке Глубокий Турничок, которая входит в Днестровский национальный природный парк, в них нет любительского участка. В Днестровских участков не предусмотрено. Было два года, было один раз выводить. Значит, во время нереста запрещено там ловить? Теоретически, да. Но отдыхать человек на берегу может? Наверное, может. Но без удочки? Без удочки. Но если он будет сидеть с удочкой, у вас будут какие к нему претензии? Да у меня нет, я спрашиваю про вас. Мне интересует работа вашей инспекторов. Мы проезжаем, объясняем людям, что есть период нереста, есть указ Держи Багенства, который мы продублировали тоже своим же указом. Поэтому точно так же людям проехали и объяснили. Ребята, есть нерест, вот любительский участок от моста до Беляевки, но если они уже приехали и сидят, отдыхают, то будьте добры, удочки поднимите рыбную ловлю, прекращаем. Понятно. И так и будет, да? То есть ловить рыбу никто не будет. И ваши инспектора будут проверять, контролировать это постоянно, каждодневно. Ну не каждодневно, если будут люди, да, будем выезжать каждодневно. Я еще раз говорю, мы же выезжаем только по оперативной информации раз-два раза в неделю. Каждодневно нам топливо просто физически. Так а дрочисты стоят на выкате постоянно, каждый день? Ну приедете сейчас, покажите мне. Ну сейчас, конечно, не будет. Сейчас поедут очень много журналистов, а вообще каждый день там очень много стоят людей, которые браканируют. Если да, будет выявлено, то будем принимать меры. Потому что сейчас мы говорим голословно, что вот каждый день стоят. Хорошо, скажите, пожалуйста, по какому телефону нужно звонить и выдавать вам оперативную информацию? Есть телефон администрации парка. Он есть на сайте. И звоните ему и сайте. Горячая линия есть? Горячая линия как таковой нету. То есть вы звоните на тот телефон, который вывешен на сайте, сообщаете информацию. То есть в рабочее время, я правильно понимаю? Понятно. Жаль, что у вас нет горячей линии. Пока не предусмотрено. Тогда будут развиты, тогда будут уже на сайте. Все понятно. Спасибо. Любой источник шума, период нерестовой забороны на водоемах, это уже нарушение статьи 39 закона Украины про тварный свит. То бишь на моторных лодках нельзя. Можно весла, берите, пожалуйста, едьте на участок любительского лова. Ну там же нет участка любительского лова, правильно? Ну это к нацпарку вопрос. Я вас понял. Они сказали, что там они не везде запретили любительский лов. Есть какой-то участок, где можно на глубоком турничоке, здесь вот это любительский спортивный рыбал. Ну я так понимаю, что этот любительский участок должен быть прописан в документах Одесского рыбарханного патруля. У нас есть свои, свои любительские. А у них свои, да? У них, да. Мы разные структуры, и они там себе затвердят, как им. Мы за своими наказами, законодавчую базу, мы затвердим свои. Я понял. В наших межах. Я понял. Но так как на глубокий турничок, кроме как на лодке, проехать нельзя, а лодки запрещены во время нефта. Пожалуйста, лодка, весла, и выходим на лодку. Выходим на лодку. Запрещено любое вот... Шум, да? Шум запрещен, да. То есть вот такие проводы не работы. Сейчас вот ребята подъехали наши. И выход вообще на маломерном судах с мотором. Это тоже источник шума, и вот запрещено это нарушение. Кроме лода, которые используются разными структурами для проведения охраны водных биоресурсов. Ну вот, в принципе, информация с Нижнестровского национального природного парка. Вот их номер телефона, который я уже указывал. И вся информация о том, можно ли ловить во время запрета или нельзя, написано прямо на их сайте. Вот, заборону на вылову водных биоресурсов в искусстве с нередственным периодом. Вот они тут обозначают, когда, с какого времени. И написано, что в период забороны дозволяется любительское рыбальство с берега одной пополочной удочкой, да, с одним крючком. На делянках водой, вызначенных перликом дозволенных делянок для любительской рыболовли в период нередственной забороны на водоймах Одесской области. И далее написано, что этот перечень, вот на даже интерактивной карте есть дозволенных делянок, если мы ее откроем, то реки Глубокий Турунчук, вот я вам ее открою сейчас. Так. Да, вот он. Вот он. Вот это получается Глубокий Турунчук. Вот он. И, как бы, здесь, вот это вот, получается, зеленым цветом, это эти делянки, вызначенные. То есть, как бы, на глубоком Турунчуке такой делянки нет. Это говорит о том, что здесь запрещено ловить рыбу во время нередственной забороны. Это же дождь будет. Потому что это все помосты стоят незаконно здесь. И куда смотрит местная власть, вообще непонятно. Эти помосты появились там полтора или два года назад. Вот эти только начинают строиться. Смотрите. К сожалению, в нашей власти до этого нет дела. Это очень плохо. Сейчас посмотрите, что там дальше творится. Это вообще какой-то кошмар. И раз предоставила нас очень хорошая возможность это все увидеть вместе с инспекторами Одесского РБХАНа патруля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА